И еще о медсестрах. Средняя заработная плата медсестер и фельдшеров, которые работают в сельской местности. В результате последнего повышения составило 14 тысяч рублей. О том, какие еще преобразования улучшили систему здравоохранения и что еще предстоит сделать, говорили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. По мнению министра здравоохранения Чувашии Аллы Самойловой, в республике созданы достаточные инфраструктуры для оказания медпомощи сельскому населению. В каждом муниципальном районе функционируют центральные районные больницы, в которых работает, в структуре которых есть 8 участковых больниц, 17 отделений скорой медицинской помощи, 525 фельдшерско-акушерских пунктов. В каждом пятом населенном пункте с численностью менее 100 человек развернуты дымовые хозяйства. Приоритетным направлением развития сельской медицины определено предоставление медицинской помощи по принципу семейного врача. На сегодняшний день в сельской местности организованы работы 79 отделений кабинетов общей врачебной практики, также работают 43 врачебных амбулатории. В них в целом работает 250 врачей общей практики, что на сегодняшний день вполне достаточно для обеспечения сельских жителей гарантированными объемами бесплатной медицинской помощи. Правильная организация работы первичного медико-санитарного звена на селе имеет особенно большое значение. Дело не только в том, насколько быстро и качественно будет оказана первая помощь, но и в том, как своевременно выявляются различные заболевания, которые могут привести к инвалидности или даже смерти человека. Министр здравоохранения Алла Самылова отметила, благодаря появлению нового оборудования и повышению квалификации специалистов, заметно возросла выявляемость на ранней стадии онкозаболеваний. Что же касается других структур, а именно ФАПов, на этот год намечено строительство еще 43. Дальнейшее развитие должна получить и система домохозяйств. Это когда назначаются уполномоченные, обучаются, обеспечиваются всем необходимым для оказания первой помощи и мобильной связью, чтобы вовремя вызвать врача. На совещании обсудили итоги празднования Дня Победы. Все прошло удачно, все организации и предприятия со своими поручениями справились. Отдельная благодарность участникам парада и его организаторам. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.